Святитель наш Иоанн Златоуст говорит о покаянии в своей беседе. Восстанем, возлюбленные, восстанем, хотя ныне и будем стоять твердо, доколе мы будем лежать, доколе будем упиваться и предаваться житейским пожеланиям, и ныне благовременно сказать, кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали Иеремия 6 глава 10 стих. Так все сделались глухи к учению о добродетели, и потому исполнилось множество пороков. Если бы можно было обнажить души, то как между воинами после поражения видны то мертвые, то раненые, такое мы увидели бы зрелище и в церкви. Посему увещеваю и прошу, подадим друг другу руки и восстанем, ибо и я исчезла раненых и требующих врача. Не отчаивайтесь, раны наши, хотя тяжкие, но не исцельны. Врач наш таков, что мы только бы чувствовали раны, а он хотя бы они были крайне опасны, откроет нам много путей ко спасению. Если ты оставишь гнев на ближнего, то и тебе будут прощены грехи твои, ибо если вы будете прощать людям согрешение, говорит Господь, то простит и вам, Отец ваш небесный, Матфея 6 глава 14 стих. Если ты подашь милостыню, то и твои грехи будут прощены, искупи грехи твои, говорит пророк, милосердием к бедным. Даниила 4 глава 24 стих. Если будешь усердно молиться, получишь прощение. Это доказывает вдова неотступной просьбы, преклонившая на милость жестокого судью. Лука 18 глава. Если станешь рассуждать себя за грехи свои, получишь утешение, говори ты о грехах твоих, чтобы оправдаться. Исайя 43 глава. Если станешь скорбеть о них, и это будет для тебя полезным врачеством. Я видел, говорит Господь, пути его и исцелую его. Исайя 57 глава. Если будешь великодушно переносить постигшее тебя бедствие, от всего избавишься. Ибо и богачу Авраам сказал, получил Лазарь злое, ныне же он здесь утешается. Лука 16 глава. Если окажешь милость, владовицы, очистятся грехи твои. Защищайте, говорит пророк, сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Исайя 1 глава. Бог не оставит на тебе и следа от ран твоих. Хотя бы мы впали в такую глубину зол, в какую впал сын, расточивший отеческое имение, питавшийся кормом свиней. И тогда, если покаемся, непременно спасемся. Хотя бы должны были тысячу талантов. И тогда, если придем ко Господу и не будем помнить зла, получим прощение вовеки. Хотя бы заблуждались, так же, как овца заблудшая. И тогда Господь может спасти нас. Будем только мы желать этого возлюбленные, а Бог человеколюбив. Для него довольно было бы и того, что должник тысячи талантов припал к нему. Что расточивший отеческое имение только возвратился. Что заблудшая овца пожелала быть спасенную. Посему, представляя себе его человеколюбие, будем умилостивлять его здесь и поспешим принести пред лица его исповедание. Дабы, отошедшие отсюда неоправданными, не подвергнутся тяжкому наказанию. Если в настоящей жизни мы покажем, хотя некоторое тщание, то получим величайшую пользу. А если отойдем отсюда, а нисколько не исправившись, то как бы мы не раскаивались там, не будет нам от того никакой пользы. Надобно подвязаться, пока мы еще на поприще, а по окончании зрелища бесполезно плакать и рыдать. Как делал богач, который хотя плакал и рыдал, но напрасно и тщетно, потому что пропустил надлежащее время. Впрочем, не он один, а много и ныне подобных ему богачей, которые денег не презирают, а душу презирают. Я удивляюсь, когда вижу, как часто они просят у бога милости, а сами к себе не милосерды, не щадят души своей, как будто она враг их. Не будем шутить, возлюбленные, не будем издеваться, обольщать себя, прося себе у бога милости, а сами предпочитая этой милости деньги, пресыщение, все прочее. Если бы кто предложил тебе на суть дела какого-нибудь человека и сказал бы, что он, подвигаясь смертельным опасностям и будучи в состоянии небольшим количеством денег освободить себя от погибели, решился лучше умереть, нежели потерять сколько-нибудь этого имущества, то ты, конечно, признал бы его недостойным никакой милости или прощения. Так суди и о себе самом, ибо и мы делаем, тоже пренебрегаем своим спасением, а дорожим деньгами. Как же ты можешь испросить милость у бога, когда не щадишь сам себя и предпочитаешь деньги душе? 23-я беседа на первое послание к Арифному Господу нашему. Слава в веки веков. Аминь. Слава в веки веки в господу помолимся.